всем снова привет вы как всегда на канале седой инвестор сегодня пройдемся по некоторым альткоином с нашего телеграм-канала как всегда будет минимум воды больше технического анализа пройдемся по потенциальным целям ну и соответственно риском и определим стоит сегодня покупать данный или иной актив или все же стоит немножечко переждать в общем заваривайте чайок присаживайтесь поудобней начинаем и первый на разбор у нас актив компаунд цена актива на момент записи ролика составляет 55 долларов 39 центов кстати сегодняшняя цена и что довольно неплохая для усреднения но либо начала инвестиций в данный актив во первых у нас bitcoin неплохо так отрос за последние сутки и многие альткоины на этом фоне еще не успели отреагировать вот компаунд один из них что касается рисков ну во-первых у нас первая зона поддержки 41 доллар 76 центов и последующая то есть максимальная 23 доллара 38 центов конечно хотелось бы увидеть эту цену но не факт то что дадут купить компаунд ниже 41 доллара лично мое мнение компаунд заходит в зону консолидации диапазон который 60 долларов 38 центов зона сопротивления и зона поддержки 41 доллар 76 центов но что касается среднесрочных целей ну во-первых 97 долларов 38 центов можно рассчитывать среднесрочной перспективы в этом случае актив вырастет на 76 процентов а я напоминаю 60 процентов это минимум по которому стоит фиксировать среднесрочный заработок что касается долгосрочных целей но его от аж находится на 90 10 долларов из сегодняшних цен это но полторы тысячи процентов я считаю довольно неплохой заработок получится но опять же необходимо дождаться когда bitcoin пробьет свой прошлый от h я рассчитываю то что в этом году bitcoin все же сделает это но опять же это лишь мои цели и мои ожидания следующий на разбор у нас токен тлм игровой актив является сверх высоко рисковым цена актива на момент записи ролика чуть более одного цента идет очень долгое накопление получается с мая месяца 2022 года и уже получается на длится почти 640 дней довольно неплохо есть конечно же у него огромнейшие перспективы на рост а именно до зоны самого крупного накопления в этом случае закроется ближайший гэп который образовался в апреле 2022 года вполне логичная ситуация но опять же необходимо рассматривать локальную зону накопления для этого как всегда будем использовать профильный объем меня интересует данный отрезок времени и сразу же видим то что цена актива закрепилась на локальной зоне самого крупного накопления вот эта красная линия и есть все перспективы на продолжение роста но также необходимо рассмотреть максимальную коррекцию которую мы можем ожидать ближайшее время минус 34 процента ребят тлм однозначно стоит сегодня рассмотреть большое количество ретестов 1 2 3 4 и это между прочим почти за два года ну еще рассмотрим сегодняшний актив под названием ольга цена актива на момент записи ролика составляет 17 с половиной цента есть закрепление с ретестом от зоны самого крупного накопления ближайшая стенка у нас через 26 процентов в этом случае цена актива достигнет цены 22 цента и в случае пробития данной зоны сопротивления следующий рост может составить до 106 процентов в этом случае цена актива достигнет следующей глобальной зоны сопротивления 36 центов что касается рисков ну во первых зона самого крупного накопления минус 13 процентов и последующий максимально минус 52 процента среднесрочные перспективы однозначно есть но здесь слишком высокие риски так как случае пробоя зоны самого крупного накопления можно будет неплохо так просесть по пенеллу что касается долгосрочного заработка но опять же этаж находится на 3 доллара 44 цента что касается среднесрока но я бы подождал немного когда цена актива пойдет еще раз на ретест зоны самого крупного накопления тогда среднесрочной перспективе можно будет запрать хотя бы 45 процентов но опять же минимум по которому я рассматриваю среднесрочный заработок от 60 процентов вывод альга есть смысл рассматривать для долгосрочного накопления. Средний срок здесь особо-то не заработаешь. Такие лично мои мысли были по вашим альткоинам на сегодняшний день. Что лично вы думаете? Оставляйте свои мысли в комментариях. Ну, в общем, такие дела. Всем до завтра!